Привет-привет, друзья! Сегодня на нашем канале обзор, который точно стоит посмотреть. У меня в руках видеорегистратор Recam F120, и мы разберемся, что он может, для кого он подойдет и какие фишки в нем действительно заслуживают внимания. Плюс, конечно, не обойдемся без честного разговора о его минусах, так что устраивайтесь поудобнее, впереди много полезной информации. Все ссылки на устройство, как всегда, в описании. Погнали! Теперь давайте поговорим о внешнем виде Recam F120. В первую очередь это компактное и легкое устройство, всего 62х29,7х71 мм и весом 56 граммов. Впечатляет, правда? Но не габаритами едиными. Важным элементом является его крепление на лобовое стекло. Разработчики реально постарались, все продумано до мелочей. Ты можешь легко поворачивать видеорегистратор на 360 градусов по горизонтали, настраивать угол наклона и все это без лишних заморочек. Крепление компактное и совсем не мешает обзору, так что гаджет почти сливается с интерьером автомобиля, никаких лишних деталей на лобовом стекле. Если тебя заинтересовал этот девайс, загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на надежные магазины и даже скидочный промокод, который сэкономит тебе немного денег. Теперь о самых интересных особенностях ReCam F120. Этот малыш оснащен шестилинзовым объективом на лицевой стороне, который обеспечивает угол обзора в 140 градусов. Это значит, что он захватывает все, что происходит впереди, причем в отличном качестве, Full HD и HD. И что важно, даже при плохом освещении картинка остается на высоте. Да, друзья, даже в темноте или при плохой погоде этот видеорегистратор не теряет своего шарма. Но это еще не все, у ReCam F120 есть режим записи видео со звуком, а также возможность делать фотографии. Идем дальше. Трехосевой G-сенсор вот что делает устройство еще более функциональным, он активирует защиту записи при ударе, что просто необходимо в случае ДТП. А режим парковка следит за машиной, когда ты не за рулем, удобная штука, особенно если парковка напряженная. И вот еще фишка, которая меня удивила. ReCam F120 можно использовать как веб-камеру. Просто подключаешь его к компьютеру, и он автоматически определяется как внешняя камера. Драйвера установятся сами, так что никаких мучений с настройками не будет. Универсальный гаджет, который справится не только с записью на дороге, но и поможет, если вдруг понадобится видеосвязь. А теперь давайте перейдем к отзывам реальных владельцев ReCam F120. Я внимательно изучил мнение пользователей и, как всегда, собрал для вас основные плюсы и минусы. Начнем с того, что может расстроить. Минусы. Зависает. Не видит флешки 10-11 класса. Жесткие кнопки. Плохое ночное качество. Слабый аккумулятор. Плюсы. Отличная съемка днем. Простая настройка. Качественная сборка. Хорошая комплектация. Удобное крепление. Легкость в использовании. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор подходит к концу. Надеюсь, информация была полезной. Не забудьте заглянуть в описание, там вас ждут ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный скидочный промокод. Если уже пользовались ReCam F120 или планируете покупку, пишите свои впечатления в комментариях. Обсудим. Ну и, конечно, если вам понравился этот обзор и хочется еще больше полезных видео, то жмите на подписку и не забудьте про лайк. До скорых встреч и спасибо, что были со мной.